Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в игру под названием Boxes Incorporated. В прошлой серии мы с вами остановились на четвертом дне, в кармане у нас 80 баксов, это не так много, как хотелось бы, конечно, но здесь деньги тратятся только на уровень и на какие-то дополнительные навыки. Хотя бы, как в Papers, Please, нам не нужно платить за аренду жилья, кормить свою семью и так далее. Так, ну что, давайте продолжать. Пятый день, друзья, может быть, появятся какие-то новые правила. Босс, ничего не скажешь? Фух, я думал, он умер. Добрый день, ничего себе. Правила немного изменились. Так, ну да, как я и думал. Страны начали ставить запрет на конкретные товары. Для большей информации смотри в книгу правил. Как всегда, друзья, немногословен наш босс. Так, и я уже увижу этот сканер, как будто какая-то микроволновка гигантская. Ну, давайте посмотрим, что у нас там в правилах изменилось. Так, правило стран. Запрещенные товары в странах назначения. В некоторых странах есть список запрещенных товаров. По ссылке запрещенные товары товарами должны быть отклонены. Наркотики и оружие, друзья. Так, подождите, я правильно понимаю, в СМСР запрещено провозить наркотики и оружие? Соответственно, в другие страны можно. Окей. Так, ну, все-таки 2050 год, друзья. Наркотики, наверное, уже повсеместно легализованы. На оружие сейчас и много где легализовано. Так, ну что ж, друзья, давайте работать. На самом деле, время-то идет, блин. Я страдаю ерундой. Так, письмо. Ну, там вряд ли можно запрятать наркотики. Хотя, если рассыпать порошочек, СМСР, кстати, странно. Ну, давайте попробуем письмо засунуть в сканер. Как он работает вообще? Так, окей. Мы выяснили хотя бы, как он работает, друзья. В письме ничего нет. Это хорошо. Из посторонних предметов. Так, страна есть, номер есть. Дата 14-й нормально, да, по-моему? Да, сегодня 5-й. Так что можно отправлять письмецо. И вот уже у нас пошли посылочки. Что здесь за страна? Мафау-то. Что насрать абсолютно что в ящике? Хоть наркотики, хоть оружие. Дата нормальная, номер есть, а значок тоже имеется, друзья. Так что отправляем. Блин, ну пока я читал, но на самом деле инструкцию, я много потерял. Так, письмо. Что у нас тут? Номер есть, дата нормальная, страна есть. Закидываем. Погнали дальше. Врубаем конвейер. Сразу хватаем ящик. Так, значок я сразу вижу. Страна СМСР, друзья. Дата нормальная, номер есть. Ну давайте посмотрим, что в этом ящике. Так, это шприц, друзья. Ну, очевидно, это какие-то наркотики, либо медицинские вещества. Так что мы не пропускаем, естественно, эту посылку. Сегодня один наркоман остался без шприца своего. Он так долго его ждал, наверное. Так, страна снова СМСР. Дата нормальная. Номер есть, а значок? Значок тоже имеется. Ну что ж, друзья, давайте просвечивать следующий ящик. Что у нас там? Так, на что это похоже? На бутылку перевернутую на самом деле? Ну это ведь алкоголь, да? Это не считается наркотиками. Так что я думаю, можно проводить. Ну или даже, может, не алкоголь, может, лимонад какой-то в конце концов. Так что нормально, друзья. Отправляем. Вроде как никаких штрафов не было. Смотрим дальше. Снова эта страна. 01.07. Нормально. А значок у нас имеется, да? Все отлично. Так что снова сканируем. Так, что это такое? Подождите, я не совсем понял. Это какая-то капельница или что? Это похоже на наркотики? Да не пойми, что на самом деле. Я не могу разобрать. То ли это конфеты и... Да, это конфетки вообще-то. Так что можно отправлять. Хотя они могут и наркотики на самом деле завернуть в упаковку под конфеты. Что им мешает, в конце концов. Королевство Зечи. Дата вполне нормальная. Поиск нарисован. А вот номера по ссылке нет, друзья. Так что мы ее утилизируем благополучно. Сколько у нас там времени еще осталось? Минута, друзья. Давайте быстренько отправлять письма. Номер, страна, даты нет, да? Ни хера. Может сзади? Нет, даты нет, друзья. Так что выкидываем. Хватаем ящик. Самолет. Номер, дата, страна, Сегистан. Все вроде нормально. Сейчас я попробую очень сильно, очень быстро. Спешись. Конечно, поспешишь людей, насмешишь. Но я надеюсь, что у меня все получится. Номер, дата, страна, значок. Так, давайте сканировать. Смотрим, что у нас здесь. Снова бутылочка. Я думаю, можно проводить. Так, открывайся. Быстрее бежим, бежим, бежим. Нам нужно скорость увеличить. Стать атлетом каким-нибудь. И очень быстро передвигаться. Так, страна, номер, дата, 0,4, но 51 год. Так что нормально, можно отправлять. Значок же есть, да? Да, поезд. Так, закидываем. Сколько у нас там осталось? 14 секунд. Последняя посылочка. Да хватает, быстрее. Так, дата нормальная, страна, нормальный номер. Стал значок тут найти. По дороге найдем. Нашел значок. Закинул. Успел? Да, 2 секунды еще вставалось, друзья. Фух. Быстрее я уже не могу. Я на предельно работаю, друзья. Так, посылок. 12 посылок без ошибок. По-моему, в прошлый раз приблизительно столько же. 420 долларов мы зарабатываем. Мы вот на следующий уровень мы тратим 400 баксов, друзья. Но зато у нас уже не 60 или 80. Сколько у нас там было? Да, 80 у нас было. У нас уже сотка есть. И эту сотку мы можем потом когда-нибудь потратить, видимо. И эта сотка нам ничего не даст, потому что как минимум за 200 мы можем сильные руки прокачать. Увеличить силу броска, кстати. Да, можно будет не подходить к трубе вплотную, как я всегда это делаю. А закидывать ящики издалека. Как на беговой дорожке увеличить скорость конвейера. Но скорость конвейера не сильно раляет. И скорость дороже, смотрите, 300 баксов. Так, ну главное, следующий день мы открыли, друзья. Так что погнали. Проиграть, я как понимаю, здесь нельзя. То есть можно заработать недостаточную сумму. И просто не открыть уровень. Еще один день, который пройдет напрасно. Золотые слова, босс. Как же я скучал по этим словам. Списки запретов могли измениться. Так, что сейчас нельзя переводить? Пусть информация смотрю в книгу. Надо было сразу бежать. Так, наркотики и оружие. Ну, ничего не изменилось на самом деле. А, кстати, вес. Я вообще про вес забыл, друзья. Ну, видимо, все в порядке. Некоторых странных посылок запрещено. А чего, ничего не изменилось на самом деле. Он солгал мне. Кажется, он хотел в замешательство меня ввести в заблуждение. Так, ну ладно, ничего не изменилось, короче. Погнали. Главное, взвешивать теперь посылочки. Так, а взвешивать обязательно все, да? Список минимального и максимального веса. Просто раньше я, по-моему, только авиапосылки взвешил. Так, ну ладно, 1.10 и 0.5, 0.9. Да, до сих пор для авиаперевозок. На самом деле я уже кучу времени просрал. Давайте начнем заново, короче, этот уровень. Теперь мы знаем основные правила, чтобы на этот раз побольше заработать. Так, шестой. Шестой день. Сразу начинаем и бежим проверять. Главное теперь про вес не забыть. Так, конвейер сразу активируем. Хватаем ящик. Что у нас здесь? Ты готов? Теперь нам босс говорит у него рандомные фразы. Да, списки могли измениться, я в курсе. 21 число, 0.5, кстати. Сейчас 0.6, так что сразу выкидываем. Да-да, босс, я все понял. Я не подведу тебя. Какой большой конверт, смотрите. Страна. Дата нормальная. Все хорошо здесь. Отправляем. Ну-ка, давайте попробуем вот отсюда закинуть. Так, что я... А, на спейс. Да, нормально. На пробел, в смысле. Так, смотрим. Значка я не вижу. Так что сразу утилизируем. Давайте попробуем отсюда. Нормально, я на самом деле и так неплохо кидаю. Так, у нас книга валяется. Нахер ее. Включаем быстренько конверт. Залезаем, вытягиваем конверт. Смотрим, что у нас здесь. Дата есть. Номера нет. Нахера. Сзади тоже номера нет. Что-то сегодня куча всякого барахла. Который не проходит в сортировку. Номер. Сегистан. Дата нормальная. Значок есть. Отправляем, друзья. Так, я на Q нажимаю постоянно, на самом деле, вместо пробела. Так, запрыгиваем, смотрим дальше. Номер только, смотрите. А вот с этой стороны и дата есть. Страна есть. Все, отлично. Что-то пока не сканируем, не взвешиваем даже. Но это даже к лучшему, на самом деле. Так, вот авиапочта. Колебство зачет. Дата нормальная. Номер есть. Давайте взвесим. Нормально. Вес нормальный. Так, закидываем. Да ее мое. Иногда пробел почему-то не срабатывает. Возможно, я слишком рано опускаю посылку. Так, поезд. Номер. Все здесь прекрасно. Закидываем. Оп. Скоро я стану такими темпами баскетболиста, мне кажется. Давайте посмотрим, что это за письмо у нас. Номер. Страна. Ее, кстати... А, нет, взять что-то не надо. Дата. Ненормальная, кстати, дата. 0,5 месяц. Так что закидываем вот сюда, вот. Блин, я никогда не привыкнул, наверное, к этому взрыву. К уничтожению. Так, номер есть. Страна есть. Дата 0,6. Все в порядке. Значок тоже имеется. Ну-ка, давайте отсюда попробуем. Оп. Твою мать. Как тебе достать эту посылку? Да, лучше бы я это не делал. Так, нормально. Я достал. Все. Сложил. Ну, время я немножко потерял, конечно, на этом. Так, смотрим, что у нас здесь. Здесь номер, страна, дата 0,6. Все нормально. Так, вот так точно закинул, да. Отлично. Конвейер врубаем, письмо берем. Значок есть, номер есть, дата есть, но страны назначения нет. Так что мы утилизируем данное письмецо и избавляемся от него навсегда. Так, теперь смотрите, уже ящики какие-то огромные пошли. Я уж подумал, без вообще каких-либо маркировок, но есть здесь маркировки. Так, страна, дата. Такое ощущение, что они оружие уже продают большими партиями. Дата нормальная. Все нормально вроде как. Даже сканировать не надо. Можно было ради интереса, конечно, просканировать. Но ладно, не будем это делать. Так, нормально, она затолкалась. Давайте сразу второй большой ящик возьмем. Снова поезд, страна и все. Нет, номер и дата есть тоже. Дата вот только... А, нет, нормально, 51 год же. Да, все, отправляем, другие. Видимо, только что была нелегальная поставка оружия в большом количестве. Так, страна. Дата. Номер. Все есть. Закидываем. Сколько там времени у нас осталось? 20 секунд, другие. Конвейер. Врубаем конвейер. Берем конверт. Номер страна. Блин, взвешивать надо. Ну и нахер. Нахер это письмо. И этот ящик нужно взвешивать. Так, это что такое? Ну, быстрее. Рога и копыта. Что? К сожалению, не успел, друзья. 15 посылок на этот раз. Это потому, что я времени тратил. Я перезапустил уровень. И баланс у нас уже две соточки, друзья. Мы можем сильные руки вкачать. И увеличить силу броска. Но на самом деле, мне кажется, нам пока хватает. И так бросок неплохой. Да и я по привычке постоянно вплотную подбегаю. Так что давайте пока что сэкономим. Продолжим. Начнем следующий день. Ничего вкачивать не будем. Сейчас должно что-то измениться, мне кажется, точно. Или нет? Еще один день, который пройдет напрасно. Так ладно, давайте сразу тогда работать. Не будем слушать босса. Правила немного изменились. Давай, рассказывай. Я пока буду осматривать. Оказывается, некоторые пишут неправильный адрес. Ё-моё, вот и адрес, кстати. Списки запретов могли измениться. Для большей информации, смотри в книгу правил. Твою мать, придется все-таки заглянуть, друзья. Правила стран. Ну вот, вот теперь это сильно напоминает. Пепперс, плиз. Нам еще нужно и сверять правильный адрес. Республики в СМСР. В Мафау, штаты. Сигистан и города, видимо. Королевство Зечи. Так, блин, ну это надолго, честно говоря. Я не запомню ни хера все. Так, страна какая здесь? Сигистан, Фократ. Сигистан, Фократ. Все есть. Теперь смотрим дальше. Номер. Дата доставки нормальная. Поезд нарисован. Да, это надолго, друзья. Теперь я буду очень долго все это проверять. Так, ну может быть, рано или поздно я запомню. Королевство Зечи. Дата доставки нормальная. Номер имеется. Так, а вот адреса нету. Я так понимаю, я должен забраковать, да? Эту посылку, потому что адрес нихера не написали. Так что мы выбрасываем. Сейчас посмотрим, дадут мне штраф. Нет, не дали. Вроде все в порядке. А нет, нет проблем с посылкой, без штрафа. А почему? Там же адрес был не написан. Или я его просто не нашел? Или не обязательно адрес писать? Или может быть, там этого королевства не было в списке вообще? Королевство Зечи. Западное. Деглис, Нелкс и Шиквандия. Шиквандия. Но там адреса я не увидел. Так, вот здесь вот точно есть. Смотрим, давайте. Страна Мафао. Штат Лимития. Так, существует такой штат? Штат Лимития, да, существует. Значок имеется. Дата нормальная. Номер есть. Закидываем, друзья. Ну блин, теперь посылок 10, наверное. Хотя может нет. Я подумал, может у нас времени больше. Ни хера подумал. Твою мать. Ни хера мы не заработаем. Но зато у нас 200 баксов лишнее есть. Страна СМССР. Так. Авиаперелет. Республика Мартиса. Давайте пока взвесим. Посмотрим, есть ли такая республика. Так, а такой республики нет. Это же СМСР, да, точно? Я не ошибся. Да, такой республики, друзья, нет. Так что мы выкидываем эту посылку. Сейчас мы уж точно штраф не должны получить. Нет проблем с посылкой. Минус 150 баксов. Все-таки получили. Так, я что-то не понял, видимо. Оттуда уже я затупил Мартиса. Крамхан. Советы. Странно. Но я думаю, уже продолжать нет смысла, друзья. Надо перезапускать, мне кажется. Я глянул в записи. Оказывается, такая республика все-таки была. Я не знаю, с чего я взял, что ее не существует. Так, ну здесь моя ошибка явная. Невнимательно смотрел. Я не знаю, с чем я думал. Штат Читка. Классный штат. Это у нас Мафао. Это можно понять. Штаты только там. Читка есть. Все, отлично. Номер. Дата. Нормальная. Значок имеется. Все, закидываем, друзья. Да, закидываем. Ну, кидайся-то нормально. А что там, кстати, по оружию и наркотикам ничего не изменилось? Да, до сих пор СМСР. Можно будет сканировать. И авиапочту взвешивать. Точнее, посылки, которые передаются в самолет. Так, Нелкс. Это улица Никодлини. Это у нас Королевство Зечи. Давайте смотреть. Королевство Зечи. Так, ну вот Никодлини точно никакого нет. А, Нелкс есть зато. Так, окей. Дата есть. Номер есть. Все здесь. Замечательно. В таком случае. Отправляем. Это только вторая посылка. Твою мать. Да, мы сейчас будем очень мало зарабатывать. Так, поезд. Лангар. Улица Феткхат. Это у нас Сегистан. Дата нормальная. Поезд. Номер все есть. Смотрим. Сегистан. Лангар. Замбут. Факрат. Так, а здесь что было? Я уже забыл. Твою мать. Как же я долго буду это делать, друзья. Феткхат. Или Лангар. Феткхат или Лангар. Лангар есть. Так, нормально. Можно отправлять. В таком случае. Это только третья посылочка. Точнее, письмо. Так, давайте большой ящик смотреть. Авиаперелет. Надо будет сейчас смотреть, что внутри. Номер. Королевство Зечи. Нелкс. Так, ну, Королевство Зечи. Нелкс вроде есть, да? Хотя бы это я запомнил. Но давайте все-таки перепроверим. И начинаю другие вещи забывать. Да, Нелкс есть, друзья. Так, взвешивать нужно авиаперелеты. Сканировать СМСР. Я немножко перепутал. Взвешиваем. 12 кило, друзья. А там ограничение в 10, по-моему, да? У нас осталось до сих пор. Да, так что мы забракуем эту посылку. Закидываем ее сюда. Сейчас-то штрафа точно не должно быть. Да? Все нормально? Все отлично. Босс мой доволен. Номер, дата, значок, Сегистан. Замбут. Замбут, по-моему, был, да? В Сегистане. И Фитхат. Или Фитхат. Что-то из этого точно было, короче. Я думаю, можно отправлять другие. Так что закидываем. Нормально, нормально. Главное, хоть что-то заработать. Адрес штат Читка, опять же. Мафау. Как раз Читка была в Мафау, да? По-моему. Номер есть. А значок тоже имеется. Все нормально, можно отправлять. Я надеюсь. Так, здесь у нас что? Номер, доставка. Штат какой там? Снова Читка, кстати. Мафау, да? Отлично. Но нам везет, на самом деле. Отправляем. Снова врубаем конвейер. Смотрим письмо. Здесь у нас Лонгар. Мафау. Лонгар. Фитхат тоже был, по-моему, именно в Мафау. 06. Номер. Все есть. Так что закидываем. Или нет? Нет, нифига. Видимо, Лонгар и этот Фитхат был в другой стране. Так, СМСР, друзья. Но я не вижу значка. А нет, вот он, значок. Дата нормальная. Сейчас нужно будет сканировать. Республика Совета. Так, засовываем в сканер тогда. Сканируем пока. Что там? Наркотики, друзья. Так что можно даже не сверять. Ничего. Просто выкидывать. Эту посылку. И смотреть следующую. 20 секунд у нас осталось, на самом деле. Номер. Королевство Зечи. Доставка. Дата доставки нормальная. Поезд нарисован. Так, что там написано? Западный. По-моему, по-моему, все нормально. Короче, бежим. Времени мало. О, 4 секунды оставалось. Но сейчас я уже больше ничего не успею сделать. Так, ну я не знаю. Это где-то около 7 посылок, да? Или может даже меньше. 9 посылок. На самом деле прилично. Так, и в итоге у нас остается 140 уже долларов. Те прошлые 200 баксов мы потратили на следующий уровень. Ну, главное, деньги есть, друзья. И в принципе, я думаю, если ничего не прокачивать, мы можем постепенно открывать уровень. Ладно, но в любом случае мы уже на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем ролике.